...кадрового потенциала в Радико-Социальной Банке. Здравствуйте, прошу. Спасибо. Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, ничего не могу сказать по поводу глобального потепления, а вот глобальное постарение является основной характеристикой 21-го столетия. И Украина не отстает, а наоборот, в числе стран с наибольшим демографическим постарением населения. Итак, по прогнозам Всеверного Банка, к середине столетия ожидается увеличение людей старше 80 лет более чем в 3 раза. А это значит, что будет увеличиваться количество людей, имеющих комплексную хроническую патологию, нуждающуюся в реабилитации, в лечении, в уходе. А также означает то, что необходима система подготовки медицинских и социальных кадров для организации помощи людям пожилого возраста. Надо сказать, что с увеличением возраста резко увеличивается потребность в долговременной помощи. И после 80 лет это уже практически каждый четвертый человек, который нуждается в таких формах различной медицинской и социальной помощи в долговременной. Еще более высокими темпами увеличивается количество людей, нуждающихся с возрастом, нуждающихся в палеотильной помощи, палеотильной, постыжной помощи. И необходимо развитие этих структур в нашей стране. Надо сказать, что если по палеотильной помощи, то 85% пациентов, нуждающихся в палеотильной помощи, умирают дома, наедине, сам собой, со своей семьей, без адекватной помощи со стороны медицинских, социальных служб и профессионального ухода и социально-психологической помощи. По анализам социологического опроса, 86% людей старше 80 лет говорят, что мы хотели бы получать помощь и умереть в своей домашней обстановке, не в стационаре. Только 8% говорят, что мы бы хотели, ну, уже при таком выраженном болевом симптоме или утрате полной способности к самообслуживанию находиться в косписи. И где-то около 6% говорили, что мы бы хотели остаток дней провести в периодическом консерванте, то есть в специализированном социальном учреждении. Но надо сказать, что такие социальные учреждения берут под свою крышу только одиноких граждан, пожилых людей, которые не имеют детей, не имеют семьи. А так, это сейчас на минуточку в размере, если человек хочет прожить остатки дней в периодическом пансионате, это стоит от 1 до 12 тысяч. гривен, что, конечно, очень трудно себе позволить. И 90% пожилых людей говорят, что это не бассивная плата для того, чтобы дожить вот так при уходе, достаточно комфортном уходе. Но треть просто не обращаются за помощью и тихо думают, умирают без соответствующей помощи. Но 10% все-таки говорят, да, мы найдем деньги заплатить, или дети помогут заплатить. Но если люди оплачивают помощь, они рассчитывают, такие деньги, если платят, они рассчитывают на высокое качество, на высокое качество услуг. Но надо сказать, что проведенная оценка говорит о том, качество оказания помощи медицинскими структурами и социальными. В Украине говорит о том, что только 20%, то есть каждому пятому, кто заплатил, попал в такое учреждение, оказывается адекватная помощь. Именно то, что ему нужно. В остальных случаях или неадекватная, или более прогнозия, и так далее. Но что говорить, если за прошлый год, 2018 год, около 10 тысяч случаев и кризов написано, что умер от старости. Ну, что это за диагноз? Умер от старости. Данное Министерство здравоохранения Украины. Причем это не все люди, кому было 80+. Вот мы поэтому создали платформу, украинская платформа, 80+, то, что вы слышали утром. А это и были случаи 66 лет и 74 года. Умер от старости. Ну, это так. Вот. Поэтому, конечно, при реформировании здравоохранения стоит прислушаться к тем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, которая говорит, что реформируя помощь, реформируя помощь людям пожилого, то есть улучшая помощь, улучшая качество помощи, помощи людям пожилого возраста, нужно учитывать три главных компоненты. Это статус человека, то есть его состояние здоровья, какие-то симптомы, синдромы и так далее, его функциональность, то есть возможность к самообслуживанию, к активной жизни, наявность комфортной среды и среда. Это внешние условия, при которых человек живет. И все эти три качества определяют как раз и синдром старческой астении. Что еще говорит Всемирная организация здравоохранения? Что сейчас, на настоящий момент, при демографическом постарении, не каждый пациент в возрасте старше 60 лет должен наблюдать за врачом-гериатром. Что должен быть определенный принцип отбора, кого направлять к врачу-гериатру, вот как раз по принципу вот этого развития старческой астении. И какая-то оценочная шкала должна быть, батарея тестов и опросников, для определения вот этого состояния старческого огрехления, старческой астении. И вот рекомендуется следующие фазы, 8 фаз от здоровья до полного нездоровья. И что первые 4 это действия семейного врача на участке. И семейный врач должен располагать батареи тестов, которые он считает направить его дальше врачу-гериатру, или он на уровне первички может оказывать ему помощь. Вот, ну вот, нам наша задача, вот, допустим, с пятого по восьмой, это уже деятельность гериатра и других специалистов. И поэтому перед нами стоит задача номер один разработать эту батарею тестов для первички, для того, по каким критериям нужно направлять врачу-гериатру, врачу первичной помощи пациента. И я думаю, что это, ну, кроме нашего института, кому же еще занять эту нишу и это сделать. Это и батареи на степень способности к перемещению, к функциональному статусу, к когнитивному расходу, к психологическому статусу, уровень независимости в повседневной жизни, и ряд-ряд других каких-то тестов батарей, чтобы мы могли определить вот этот вот уровень старческой астениты. Еще очень важный момент стандартов. В первом докладе было на это акцентировано внимание. Я должна сказать, что в Министерском юстиции Украины утверждены ряд стандартов социальных услуг. Там есть и уход на дому, и стационарный уход, и вот интересно, палеотивный уход. Не помощь, а палеотивный уход, потому что чем отличается палеотивная от общей терапевтической помощи? Что это команда, что все работают, и каждый должен знать свои функции. И вот в Министерском разработан стандарт для социального работника, палеотивного хосписного ухода. Наша задача сформировать вот такой, я предлагаю нашему институту тоже всеми силами, клинике, социальной части, создать такое методическое пособие по стандартам лечения пожилых людей, но это не переснять, вот как говорилось, хорошие стандарты американские, хорошие стандарты английские, давайте возьмем, никакой стандарт нельзя взять оттуда и перенести в закал, это тут у нас, и вот давайте так делать, там препараты, тут, давайте возьмем хорошие стандарты, вот финские сейчас перевезли, минздрав хорошие, те, 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 давайте их возьмем за основу, разработаем свои стандарты с адаптацией к нашей жизни, к нашим препаратам, к нашим возможностям диагностическим и издадим такой методичный посильник по стандартам лечения разных. Я со стороны Министерства здравоохранения могу предоставить финские стандарты, они правда очень хорошие, потому что их нужно адаптировать в нашей жизни, и там по-коршему человеку очень много, и не только, а по функциональным состояниям, определению функциональных состояния, и все, и вот сделать это будет, ну, бомба, во-первых, единственное такое в Украине, но я думаю, что в Европе тоже. Вот. Надо сказать, нельзя сказать, что вообще ничего не делается. Наш институт участвовал в разработке такой стратегии государственной по вопросам здорового, активного долговедия, которая принята кабинетом министра, проходил с этого января прошлого года. Ну вот, надеемся, это было требование для соглашения в ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Наши отношения, потому что степень демократизации и социализации общества зависит от комфортности проживания в нем детей и стариков. Это понятно. Но теперь все силы надо, чтобы эта стратегия была реализована, чтобы были под нее и деньги, и возможности, и так далее. И тогда, возможно, Украина поднимется со 123-го места... Украина по рейтингу стран мира по международному индексу счастья, в который входит и медицина, и социальная, и качество жизни людей, она находится на 123-м месте в мире. На 123-м месте. Тут даже, по-моему, 86 показателей ходят. Ну, возможно. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург подходит. 123-е место. Первое, Даня, Швейцария, там даже не хочется говорить, Канада, Ашпрадин. Одна из задач спазмы этой стратегии как раз является обучение и повышение практически кадров. Кто осуществляет это... Ну, там есть и наука, конечно, но в кадре тоже. Но если еще медики, врачи, медсестры, у нас все-таки хорошее образование и университеты, и колледжи, то такое понятие, как персонал по уходу, у нас вообще это как-то отсутствует. И когда об этом говоришь, говорят, да что его научат? Научат на рабочем месте там кто-то, а кто будет? А по ВОЗовским представлениям это человек должен обладать знаниями социальной работы, уходом за телом, медицинской, психологической, духовной составляющей этого обучения. ВОЗ подсчитал, что таких в Украине специалистов, а людей по уходу, фахивцы по уходу, они пишут, должно быть 20 с половиной тысяч человек. Ну, у нас, так сказать, ни одного. Но наш институт тогда взял на себя, выписывая эту стратегию, взял на себя обязательство создать методологическую базу этой работы. И мы создали вот такой центр дозыковой просвещения освета, дополнительного профессионального образования по подготовке персонала по уходу. Создали фильмы специальные для, ну, их раньше немножко даже создали, создали методические рекомендации. Мы участвовали в подготовке этих стандартов. Создавали методические пособия, создали медицинские программы, кротко-средние и долгосрочные, как раз которые туда и вот этот уход за телом, и приоритетный уход, и психологические аспекты, и профилактика эмоционального выгорания, и работа с родственниками больного, и вот совместно с Министерством социальной политики у нас договор на обучение социальных работников, и мы с мая прошлого года, наш институт проводит это обучение, мы уже обучили около 200 человек социальных работников, они же все у нас не те, поэтому мы хотим сейчас создать региональные центры, которые нам по нашей методике будут обучаться. мы сейчас сделаем ряд видеофильмов, по которым будут обучаться. Ну, а темы приоритетные я уже назвала, это и постинсотные, и постинфарктные больные, палеоактивный уход, и преодоление агрессии, и депрессии, и работа с людьми с когнитивными нарушениями, это все техники общения и так далее. На перспективу центр дальше будет продолжать эту работу с Министерством социальной политики, а также будем работать с международными, отечественными специалистами, государственными и негосударственными организациями. Такая деятельность с нашей стороны, это будет какая-то ответственность за качество предоставляемых услуг, это наша ответственность, и для людей это будет дополнительной конституционной гарантией на достойный уход при болезни и старости. И закончить я хочу словами Анна Павла II, который сказал вот такие вот слова замечательные, которые, наверное, для всех, для нас. Он сказал так, что пусть будут благословенны все, кто в какой-нибудь способ осуществляет милосердие, и пускай они милосердия удостоятся. Так, как нам завещал Господь. Спасибо большое за внимание. Извините, я должен буду уйти, я хочу сказать у Вас вопрос и выскажу все. Скажите, так называемый специалист по гарантологии в Проминистерстве есть или ликвидирует? Значит, систему главных специалистов ликвидирует? Нигде. Понятно. Нигде. Но сделки они, но сделки экстрементами. В свое время грамки специалисты, они дергали на местах министерства, сегодня никто. Алиф Асимович, вы грамли. Вот, это-то все. Теперь второе. Скажите, вот то, что раньше было, понимаете, с момента создания Института Грандологии, Дмитрий Петрович тогда в дальнейшем развитие фактических созданий, КАК, создания специалистов, конференции, примитивные, то есть они не примитивные, но более-менее были по местам созданы эти центры, они, конечно, исчезли, их нет, их не существует. Дома для пожилых тогда были. И я хочу привести вам один пример интересный. Вот, так называемый, раньше всегда есть мнение сверху. И я столкнулся с тем, что мы были в ГД. И, как бывший зал отделом по медицине, вот, спрашивает коллегу нашего, мы были в домах для пожилых, скажите, а вот если человек хочет уйти, он вернется? Да. Ну, на сколько? На полгода? Да, может. Скажите, а вот зарубежные лекарства? Бесплатные. Вот это было знание, это тогда. Но все-таки пробивалось у нас, все-таки было. А вот, как говорится, жить и по-новому мы стали, не знаю, жить и не по-старому, и не по-новому. Каким образом я думал, что нужно у нас в институте провести общую конференцию? Да. Вот, обязательно. Скажите директору о том, что нужно. Их каждый должен, не так, как люди ушли, и их нет. Я специально остался, потому что это меня интересует, это необходимо. Я считаю, что вы делаете большое дело. Это нужно, но его нужно, но гибни по ходу туда повыше. К сожалению. Но все равно нужно бросить. Еще такой момент, один интересный. Вот, когда был Дмитрий Кривич, это был 88-й год, приехал из СК КПСС, основное, он хотел посмотреть обеспечение пожилых людей. И вот Дмитрий Кривич, ему рассказал открыто, я присутствовал при этом. Они поехали в дома для пожилых, тут вот такие он. И он приходит и говорит, ну, неужели это так? Я говорю, Дмитрий Кривич, если бы это было, когда уже мы можем, наверное, судить, не будет нас в институте, через несколько, не посадят нас, а что остается делать? Нужно говорить. Понятно? Тогда, когда мнение есть мнение, и ты уже ничего не знаешь. Ты не должен, ты должен подчиняться. Нужно добиться для того, чтобы все люди могли иметь что-то. Олег Васильевич, я можно Вам подмечить так коротенько, что Вы абсолютно правы. И почему я так делаю акцент на пареативных пациентов? Несомненно, это крайне необходимо. Вы понимаете, что я... Человек, даже если умирает дома, он должен быть обслуживан, и только было. Но Вы знаете, что дома сейчас ампулка морфина стоит 100 гривен. А если у него сильный болевой синдром, 4 часа полураспад, ему нужно 5 ампул. 500 гривен. Кто в день даст пациенту умирать, 500 гривен? А также это за хворим идут, гроши идут. Но это зеленый пакет, это зеленый пакет Минздрава, который должен быть обеспечен. И вот мы сейчас, вот мы сегодня с вот этой женщиной, которая была с мамой Евстремиевой, подняли вопрос, а вложили ли эти деньги в новый бюджет? Ну, ну, это... Никто не занимаетесь. А 370 гривен на человека в город? Поэтому директор, то же самое, эти собрания, и все-таки ставят вопрос, если нельзя. Я привел пример, который должен был сидеть в тюрьме. Но не он, не сидел. Понятно. А то, что он сказал честно. Да. Ну, как-то... Будем надеяться, что будет идти лучше. Нужно делать у нас, снова обсуждать и снова дискутировать. То, что было раньше, оно не значит, что уничтожено. Оно остается у нас пока существует, институт геронзологии. Дай Бог, чтобы мои соседья удастся. Спасибо. Ну, вот, Чен, от Поворотника есть? Нет. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо.